Если вы планируете откладывать часть денег для себя на будущее, то Barclays must have для этого. Смотрим. Привет, друзья! В этом видео расскажу вам о еще одном банке Великобритании, которым я пользуюсь достаточно давно. Он называется Barclays. Синенький такой банк. Это один из древнейших банков Великобритании, который во всем мире имеет сеть своих филиалов. Это институциональный банк. Что это значит? Это банки, которые как Халифакс, как Лойтс, они имеют свои физические здания. Хайстрит банки. То есть они физически имеют свои здания, а не такие как Револют. Револют он онлайн банкинг. Итак, как открыть непосредственно этот банк? Как это происходило? Скачивайте это приложение по ссылочке сниже. В приложении вводишь все свои данные, фотографируешь свой паспорт. Потом приложение спрашивает о том, где вы живете. Указывайте свое местоположение. Дальше для подтверждения места жительства. Как я говорил, что в прошлых видео коммунальные услуги, счеты какие-то нужно подтверждать свое местоположение. Здесь же в этом банке вы включаете свое местоположение, GPS, и приложение получается, оно само определяет вашу локацию. Соответственно, вам не надо вот эти вот, как бы затрудняться, приносить proof of address, как я говорил, белый и все такое. Просто метку ставите, местоположение, и оно вас находит на карте, где вы проживаете, где ваш, собственно говоря, адрес. Оно сопоставляет с адресом, в котором вы живете, и все. Как бы вы подтверждаете свое местоположение. И через пять дней приблизительно приходит письмо с карточкой, а еще через один день приходит письмо, в котором есть пин-код, где вы активируете свой Barclays, свою карточку. Почему Barclays? Почему он действительно крутой? Почему именно Barclays нужно открыть? Что в нем такого есть? Я, на самом деле, вот непосредственно я снимаю видео и рассказываю об этом банке. Это мой основной банк, на который приходит постоянно каждый месяц зарплата. Надеемся, будет приходить и следующие месяца именно на этот банк, и будет она вообще приходить. И все идет у меня через этот банк. Я снимаю с него кэш, мне отправляют на него зарплату, Я там плачу, не знаю, по кредиткам, за еду, за интернет, за транспорт и прочее. Почему в нем стоит открыть счеты? Этот банк является одним из самых известных инвестиционных банков и банков с мощной финансовой системой мониторинга. Это означает, что этот банк не подходит для людей, которые собираются обманывать систему, то есть работать за кэш и ставить кэш на эту карточку, чтобы оплатить тот же телефон или что-то тому подобное. Вот. Деньги из неизвестных источников нельзя ставить. Если вы хотите ставить какие-то деньги через P2P, ставить кэшом, то именно вот этот вот банк, он не для вас. Именно Барклайз. То есть они максимально строго относятся к финансовому мониторингу. Поэтому для меня счет Барклайз это все только для... Это все абсолютно... Это все только для абсолютно белых источников. То есть если вы напрямую официально трудоустроены, и вам скидывают непосредственно на сам банк деньги. Также я смотрел видео других ютуберов, которые рассказывают об этом банке. Они рассказывают еще об одной такой вещи, как инвестиции. То есть Барклайз банк, он очень удобен для того, чтобы инвестировать деньги в акции. В какие-то акции. И поэтому также продумано это все с акциями. Но мы не будем об этом... На этом останавливаться. Заострять это будем только как для себя, для каждодневного использования. Осматривать этот банк. В общем, подводим итог этого видео. Если вы хотите холдить, сохранять, открывать себе счета, инвестировать в фондовый рынок, то Барклайз must have для этого. Если вы хотите для ежедневного использования, чтобы ставить туда деньги, покупать, оплачивать, то другие банки, как например Халифакс, будут намного лучше для вас. В этом все. На этом видео заканчивается. Пальцы вверх. До скорой встречи. Всем пока.